Всем привет, вы на канале Криптофилы, меня зовут Коля, и сегодня мы с вами обсудим схемы скама в крипте. Относительно недавно я рассказывал, как у меня сдрынили NFT-шек на 500 долларов, вот мое сообщение в моем телеграм-канале, и после этого я получил достаточно много фидбэка от вас, также много реакций, также личные сообщения мне писали, и я решил, что по этому поводу лучше сделать вообще отдельный видос и рассказать вообще про все схемы скама, которые сейчас есть в крипте и о которых я знаю. Мне кажется, это будет полезно как и начинающим криптонам, но так, конечно же, и еще более продвинутым ребятам, потому что некоторые схемы, они не такие простые, как мы думаем. Сегодня я подготовил новый формат, сделал специально для данного видео презентацию, она из 20 или 22 слайдов, и будем идти по ней, я прикрепил скрины, различные кейсы своих знакомых, все это обсудим, все расскажу на конкретных примерах. Поехали. Жизнь любого криптона сейчас это реально жизнь в мире скама, если вы взаимодействуете с криптой, то вы наверняка сталкивались с мошенниками, если не попадались на их удочку, хорошо, но если попадались, то вы, к сожалению, теряли деньги, иногда часть своего депозита, но иногда и весь. Поэтому пойдем по плану, у нас будет план следующий, мы обсудим все популярные площадки, криптонов это Телеграм, Твиттер, Дискорд, Ютуб, также обсудим варианты дефискамов, об этом подробнее попозже, и также мы с вами в конце подведем итог, как себя все-таки обезопасить, ну и конечно же в рамке данной презентации будут рассмотрены кейсы, потери моих подписчиков, моих знакомых, суммарно они потеряли больше 10 тысяч долларов на различных мошеннических схемах. Начнем с Телеграма, конечно же, потому что все СНГ-комьюнити сидит в Телеграме, и мы обсудим форматы скама в преддверии IDO, IO, либо ICO. Всего у нас 4 вида таких скамов, это зеркальные каналы и чаты, второе это Wallet Connect, третье это спам в личные сообщения, и четвертое это социальный инжиниринг. Первое, зеркальные каналы и чат. Особая активность таких скамеров наблюдается перед проведением каких-то хайповых IDO, то есть, например, видите, бисвап когда-то проводил ICO, либо IO, либо лаунчпад, вообще у них был на Binance, я точно уже не вспомню, но в период их максимального хайпа появилась куча скам-групп в Телеграме, и просто создавались зеркальные вот такие каналы-чаты, где админы публиковали информацию о каком-то аирдропе. Аирдроп действительно был для юзеров ранних, но при публикации данных сообщений большинство людей скамилось, потому что вы могли состоять в официальном сообществе бисвапа в Телеграме, и вас специально админ добавлял в скам сообщества. Понятно, это был фейковый админ, там все было накручено, может быть, там чат GPT, либо какие-то боты генерировали сообщения, то есть, чат выглядел как будто бы настоящим. Не смотрите на то, что сейчас тут все аккаунты удалены, что тут мало подписчиков. Понятно, это было очень давно, это было там, не знаю, практически около года назад, я думаю. Бисвап листился, и в тот момент скамили людей, добавляли их вот в такие фейковые чаты и публиковали информацию о аирдропе. Люди переходили на сайт, подключали метамаск и апрувили что-то, и после этого у них, конечно же, вводили средства с кошелька. В последнее время я припоминаю листинг Теннет, то есть, многие из вас слышали про данный проект, я писал о нем в Телеграм-канале, мы на нем с вами заработали, но также были кейсы, когда людей заскавили. То есть, видите, что у Теннета был один официальный чат на весь СНГ-регион, но при этом было куча копий, куда добавляли людей, и не знающие ребята, неопытные ребята, конечно же, там легко скамились админами. Тут еще справа приведем пример с Engine Starter, тут достаточно известный этот лаунчпад, и на Engine Starter до сих пор есть куча скама, как скамят людей при выходе каких-то IDO, при помощи поддержки, ну фейковой, понятно, поддержки, это все, конечно же, тоже сейчас присутствует, даже уже в более-менее живых проектах, которые до сих пор функционируют, там продолжают скамить людей, практически одинаковыми схемами. Второй вид скама в Телеграме – это фейковая поддержка скам админу. То, что я говорил про Engine Starter, бывает такое, что вот у меня знакомый пытался к Engine Starter подключить кошелек, у него почему-то не подключался кошелек, и он обратился в чат, реально в официальный чат Engine Starter, и в официальном чате Engine Starter ему откликнулся админ, который написал напрямую в личные сообщения. У него действительно был очень хорошо скопирован профиль под профиль настоящего администратора, и что попросил сделать админ? Сказал, воспользуйся, пожалуйста, Wallet Connect. Wallet Connect – это приложение, которое позволяет практически любой Web3 кошелек подключить к любому Web3 сервису, сайту, приложению, и в принципе выглядело все правдоподобно. Но ему сунули скам ссылку. Перейдя по этой скам ссылке, он хотел подключиться к Wallet Connect, и у него запросили ситфразу. Он вводит ситфразу, и после этого у него вводят 1000 долларов. Просто моментально у него лежало 3000 долларов на кошельке, скамер, видимо, думал, что он не заметит пропажи одной тысячи, и хотел, может быть, потом доить его потихонечку, но в итоге у него ввели 1000 долларов, и после этого он просто сразу же забросил кошелек, потому что он спалил свою ситфразу. И злоумышленники действительно продолжают достаточно грамотно маскировать именно сервис Wallet Connect, потому что все ранние юзеры, они могут, правда, прийти в Telegram, попросить у поддержки помощи, и в итоге им личное сообщение напишет не поддержка, а напишет скам админ, который хорошенько маскирует свой профиль и сует, понятно, фишинговую ссылку и фейк ссылку на фейковый Wallet Connect. Там юзеры палят свою ситфразу и остаются с нулем в кармашке. Третий вид скама в Telegram это спам в личные сообщения. Он, с одной стороны, кажется максимально таким глупым и прямолинейным, но вот справа видите скриншот, мне его присылал друг, его действительно так развели, у меня друг-новичок, и его еще вот в 21-м году, давным-давно, он, понятно, на всем хайпе залетает в скрипту, и его разводят максимально легко, присылают в личные сообщения, предложение вступить в группу, и там давайте купим монетку у Cowboy, то, что у нее скоро будет листинг на Binance. Выглядит максимально глупо, но человек действительно повелся. И он даже использовал вот эту вот инструкцию внизу, как купить. И, в принципе, стратегия скамеров тут следующая. Они высылают как раз ссылку на DEX, на торговую пару, которая является ханипотом. То есть тут есть скамный контракт. Вы покупаете монетку, но продать не можете. И, понятное дело, это тоже особая активность во время IDO-шек, ICO-шек и IEO-шек. Любой хайповый проект сопровождается, безусловно, такой скам-схемой, где новичкам по чатам, то есть парсят информацию о юзерах из официальных чатов каналов проекта. И потом в личку этим юзерам высылают вот эти вот предложения по покупке монеты до листинга типа. И четвертый вид скама в Телеграме, он максимально опасный, это социальный инжиниринг. И тут тратегия скамера, она достаточно продуманная. Первая скамера, он знакомится с каким-то криптономом в чате. Со временем он с криптономом сближается, они начинают обсуждать какие-то хайповые темы. И через несколько недель, может быть даже месяцев, общение у них становится доверительным. То есть они начнут доверять друг другу. И мошенник в итоге криптоном предлагает скачать какую-то игру свою, либо какую-то свою разработку, и протестировать ее. И в файле, в лаунчере, который отправляет мошенник, в нем есть вирус, который крадет весь ваш кэш, все ваши куки, и вас даже может не спасти двухфакторная аутентификация. То есть у вас могут украсть все с ноутбука, то, что у вас хранится в области, либо хранится даже на компе. Все, что касается приватных кошельков, там, сидфраз, прочего всего, все ваши пароли от почты, все это может украсть мошенник, используя такую схему. Тут справа я привел пример одного инфлюенсера. Его заскамили на 3000 долларов. И на удивление, скамер потом вышел к нему с обратной связью и решил дать интервью. То есть он предложил ему дать интервью на канал и рассказать, как он скамит людей. И там человек анонимно дает интервью на практически час времени. Это такой подкаст уже полноценный. И в этом подкасте он рассказывает про виды мошенничества, что он сам делает, как там себя безопасить. В поле практически никак себя нормально нельзя безопасить. Но минимизировать вероятность скама все-таки можно. Вот тут ссылочка на интервью скамера. Я эту ссылочку прикреплю в описании к видео. Можете зайти и послушать это интервью. Крайне советую, потому что оно действительно немножечко вас приведет в трезвое состояние, когда вы начнете оценивать риски скачивания любого файла из интернета и вообще взаимодействия с какими-то непонятными людьми в телеграмме, в интернете. Крайне советую послушать от начала и до конца. Действительно, оно поможет вам держать себя в тонусе. Теперь давайте перейдем уже ко второй категории скамов в телеграмме. Это именно инфлюенсерские скамы. Что это такое? Два вида. Раскрутка канала под скам подписчиков. То есть есть полноценная команда скамеров, которая хорошенько раскручивает криптовалютный канал и потом скамит внезапно свой подписчик. Второй вид скамы это взлом канала. Абсолютно спокойно скамеры могут взломать личный аккаунт инфлюенсера и получить доступ к каналу. И за счет этого там тоже начать скамить людей. Два ключевых механизма скамы. Первый вид скамы это ханипод. Когда скамеры в раскрученном канале либо во взломанном канале публикуют ссылку на покупку какой-то монетки. Всех завлекают покупать монетку, но в итоге после покупки вы не сможете эту монету продать. И второй вид скамы это скам уже на арбитражной какой-то связке. Часто позже про это поговорим. Давайте теперь два примера. Один из примеров. Вот тут справа мне кидал знакомый. Какой-то был канал Володя Бурж. Там действительно было 17 тысяч подписчиков. Более-менее активная аудитория. То есть там были глазки, были комментарии, были лайки. Но человек продавал скам монеты. То есть он снимал даже кушки из Дубая либо еще откуда-то, что у него там супер лакши лайф. И прям видео людям говорил. Ребят, идите покупайте монету Ацтека либо Полиседры. Но у них еще нет никаких монет. Они еще не запустили свои токены. Они специально делали скам монетки. Вот этот Володя Бурж делал скам монетку, предлагал своим подписчикам. И все это маскировал под то, что в Полиседру занесли Бинанс. Ацтек упоминал Бутерин. То, что за ними стоят крутые инвестора, что они дадут 100XL. Скоро у них будет листинг на Бинансе, на Коинбейсе. Все это маскировалось действительно под настоящей ополочкой проекта. Но при этом публиковалась скам ссылка на покупку скам монеты. Потому что действительно проект еще не запускал свой токен. То есть тут мы видим сразу, что ребята, они шарят в крипте. Они действительно понимают, какие проекты на хайпе и как их продать правильно. И при этом же они хорошенько скамят людей, создают скам контракты. И при этом еще и группу продвигают для скама пользователей. И второе, конечно же, тоже известно на все СНГ, я думаю, случай. Это афера трейдера ИСС. И это трейдер, который публиковал достаточно много сигналов. На протяжении, по-моему, полугода, либо даже года. Смог собрать у себя аудитории на 57 тысяч человек. Человек действительно публиковал материал по трейдингу, который отрабатывал. То есть там человек сидел с навыками трейдера. В итоге он всех скамит на ханипоте. То есть он предлагает купить фейковую монетку. И скамит в итоге людей на несколько миллионов долларов. И это все было, конечно, в рамках СНГ. Это один из самых крупнейших скамов. Про него много писало изданий. Поэтому до сих пор никто не смог вернуть деньги. И не понимаю, кто стоит вообще за этим трейдером ИССа. Следующий вид инфлянсерского скама – это скам на арбитраже. Тут уже справа видите скриншот моей переписки с каким-то чуваком, который мне предлагает выкупить канал. То есть он говорит, называй любую сумму, и я выкуплю у тебя канал. И я ему называю сумму, по-моему, 100 тысяч долларов, либо 200 тысяч долларов, просто по фану, чтобы понять, что это вообще за человек дальше идет. Я уверен был, что это скамер, потому что никто не выкупает каналы, где у тебя там 400-500 глазиков, и там за 100-200 тысяч, за 10 тысяч долларов даже никто не выкупит канал за такую сумму. И, в принципе, стратегия следующая. Если инфлянсер соглашается на выкуп канала, то скамер начинает прогревать аудиторию арбитражом. И после этого запускает арбитражную связку через скам-обменник. То есть арбитражная связка может выглядеть со стороны достаточно хорошо, но при этом один из этапов связки – это использование скам-обменника, где в итоге просто всю аудиторию скамят. Этот человек вообще мне предлагал процент от скама людей. То есть он говорит, сколько людей от тебя придет после этой арбитражной связки, мы типа с тобой поделимся профитом. Понятное дело, что я на это не согласился, но, к сожалению, есть инфлянсеры наверняка, которые, во-первых, могут не подозревать, для чего выкупают канал, во-вторых, они просто могут разочароваться в крипте, понимают, что уже аудитория не та, активность не та, и они могут действительно задуматься о продаже канала. И продавая канал, они действительно захотят заработать какие-то деньги с аудиторией, им будет вообще пофигу, скорее всего, на свою аудиторию, и при этом они захотят ее заскамить. Арбитраж – это очень проверенная и хайповая штука, которая, к сожалению, часто используется скамерами и также инфлюенсерами, которых заскамят, либо которые сами являются скамерами. Ну и как я тут написал, это тоже достаточно актуальная штука на падающем рынке, потому что большинство каналов, они разочаровываются в своей аудитории, в рынке и решают продать канал даже для любой скам-схемы. Главное, чтобы выкупили там за тысячу долларов, за полторы, за две. Любую сумму им предлагают, они с радостью соглашаются на продажу канала. Давайте теперь перейдем к твиттер-скамам. Тоже твиттер используют практически все криптоны, особенно те, кто занимаются NFT-шками. Тут есть два ключевых вида скама. Первое – это взлом странички инфлюенсера либо проекта. И второе – это фейковые розыгрыши. И я еще также в конце расскажу про кейс знакомого, как он потерял 4 тысячи долларов на одном твиттер-скаме. Достаточно хорошем, продуманном и масштабном твиттер-скаме. Взломы инфлюенсера. Сразу с примера. Взлом странички Питера Шифа. Недавно взломали, он CEO какой-то там Европасифик Кэпитал, это может быть венчурный фонд либо банк, точно не знаю. Питер, он очень часто писал о инвестициях в золото, также, конечно, не самое классическое, но и в цифровое, то есть в биткоин. Он был таким биткоин-максималистом. И с камеры создали фейковый токен GOLD и запустили продажу через твиттер инфлюенсера. То есть они сначала взломали его твиттер, и, скорее всего, они заранее понимали, что смогут его взломать, либо у них заранее был доступ, и Питер об этом не знал. И опубликовали сразу же подготовленный контракт на покупку токена GOLD. И юзеры действительно пошли покупать этот токен за своим любимым инфлюенсером, который как раз тоже говорит о золоте. Поэтому у незрелого криптона в голове складывается пазл. Они думают, ну, инфлюенсер действительно пишет часто про золото, запускает токен GOLD, может быть, я даже это не имел токен, но дай-ка попробую заработать. И действительно люди заходят, покупают, но в итоге продать не могут. Я не нашел оригинал твиттера, но нашел твиттер его сына, который предупреждает о том, что не покупайте ни в коем случае ничего по ссылкам на страничке отца. Вот, то, что он писал, это было относительно недавно. Теперь фейковые розыгрыши. Многие из вас участвуют в различных розыгрышах, файтлисток, может быть, еще чего-то в твиттерах. Но, в принципе, вас могут тегнуть как победителя в твиттер-розыгрыше и могут предложить забрать приз, склеймить токены, получить вайтлист в NFT коллекции куда-то, предварительно подключив кошелек. Но по факту это все скам. Очень часто вас тегуют для того, чтобы вы перешли по фишинговой ссылке, попробовали получить награду, но в итоге у вас крадут деньги. Ключевая схема мошенника. Они, конечно же, используют эмоцию человека, эмоцию радости, то, что у него есть некое воодушевление, и он как можно быстрее хочет получить приз. Вот тут даже в примере дают на клейм приза 24 часа. И поэтому это еще один триггер, который человека сподвинет, быстрее перейти по ссылке, и он действительно может подумать, что вот Полиномиал Протокол действительно проводил такой розыгрыш, я же в нем участвовал, но по факту это фейковый розыгрыш, который за собой ничего связанного с проектом вообще не несет. Вы можете участвовать в настоящем розыгрыше, но вас тегнут как победителя фейкового розыгрыша, поэтому тоже будьте аккуратны. Кейс знакомого. Это уникальный кейс, я такого никогда не слышал, это даже не знакомого, а подписчик на 8-минутный человек аудио записал, где рассказал про свою ситуацию. То есть в чем была стратегия скамеров? Скамеры взломали твиттер сборной Индии по крикету. В Индии, насколько мне известно, крикет очень популярен. У них было аудитории в твиттере 6 миллионов человек и золотая галочка, какой-то там премиум, либо верифицированный аккаунт. Камеры замаскировали этот твиттер по твиттер байс и тегнули юзеров как победителей розыгрыша. В основном в канале байс действительно проводился какой-то розыгрыш. Либо там что-то раздавали, я точно уже не помню, но там проводился настоящий розыгрыш, и правда он был на основной странице байс. Но юзеры, которые тегнули на вот этой вот пейковой странице байс, которая замаскирована была после взлома твиттера сборной Индии, они переходят и видят ничего себе 6 миллионов подписчиков, золотая галочка. Значит твиттер настоящий. И думают, что это действительно оригинальный твиттер байса. После этого переходят, чтобы получить свой приз, но в итоге заскамили так людей на 100 тысяч долларов через фейк-аппрув при получении приза. Мой знакомый так потерял несколько NFT-шек. Одна из них была NFT-шка Криотера, когда у него был флоропрайс, по-моему, больше, чем полтора эфира, либо больше, чем 1,8 эфира. Сумма, короче, достаточно кругленькая. Суммарно, я думаю, под 4 тысячи долларов была потеря. То есть тут камеры действительно были подготовлены, тоже шарили в крипте, понимали, как взломать, во-первых, крупную какую-то страницу, под что его замаскировать, и как убедить юзеров, что розыгрыш типа не фейк-вый. И по факту 100 тысяч долларов они получили в кармашек за вот такую скам-скем. Думаю, даже там было больше 100 тысяч долларов, может, по 200, либо по 300. Дискорд-скамы. Многие из вас используют дискорды, я думаю, практически все, потому что для криптона это вообще неотъемлемая часть ежедневного, рутинного путешествия по дроп-хантингу, ретро-хантингу, по NFT различным темкам, потому что дискорды часто вообще могут давать там какую-то дорожку или какую-нибудь гарантирую на локацию в токен сейлы, танцую и еще куда-то. И, в принципе, есть три ключевые схемы по скаму в дискорде. Это спам личные сообщения, взлом бота верификации и взлом проекта. Первое. Дискорд, спам в ЛС. Стратегия скамеров. Они просто долбятся в ЛС, подсовывают фишинговые ссылки, фейк-розыгрыши и скам аппрул. Если у вас не закрыт дискорд, то вам могут напрямую писать. У меня вот, например, дискорд закрыт, и я все равно показываю заявки людей, которые мне что-то присылают, что-то отправляют. Это вот последние заявки, которые были. Они долбятся мне в личные сообщения, говорят, братан, добавь меня в друзья и давай пообщаемся. И арбитр, допустим, два раза типа мне присылал какой-то аирдроп, ссылку на получение аирдропа. И два раза подряд Старгей тоже какой-то анонс мне присылал, то, что получаете аирдроп. Но по факту это все с камеры, они просто отсылают фишинговые ссылки. Если вы ткнете, то вы, конечно же, ничего не выиграли. У вас нет никакого там дропа, то вы просто попадаете на скам-сайт, где даете скам-аппру, и у вас стоит деньги из кошелька. Второй вид скама в Дискорде это взлома проекта. Тоже достаточно страшная штука, потому что вы действительно можете на это повестись, потому что взломают официальный Дискорд проекта. Одна из последних историй это вот как раз Арбитр. Арбитр финансы и Дискорд взломали. Многие ждали от них аирдропа. И действительно, с камеры после взлома публикуют информацию о аирдропе. У них есть хорошо знаменит открыванный сайт, который назывался Arbiter.pm. Туда вы заходите, вам обещают заклеймить ваш аирдроп, выключаете кошелек, даете пейк апру, и затем Дрейнер, Пинг Дрейнер, он вас скамит и уводит деньги с кошелька. Суммарно они за одну вот такую атаку взлома проекта, их Дискорда, Пинг Дрейнер вывел 213 тысяч долларов с кошельков юзеров. Не знаю, будут ли что-то возмещать, либо не будут, тут уже все решает Арбитр. И давайте теперь пойдем к Ютубу. Тоже неизведанная для меня система, мне ее написал знакомый, который занимался Арбитражом, точнее он стартовал тогда в Арбитраже, и он, его заскамили, буквально там в первые дни, как только он начал изучать тему Арбитража, заскамили достаточно хорошо через Ютуб, я таких схемов вообще не слышу. То есть смотрите, есть более-менее как будто бы живой канал, то есть у него есть подписчики, у него есть видео, которое выходит достаточно стабильно, то есть две недели назад вышла какая-то Арбитражная схема, два недели назад вышла Арбитражная схема, и до этого у него тоже были видео. Есть просмотры накрученные, есть накрученные комментарии, и там даже есть ссылки на биржу, обменник, канал, общий чат, чат, где живые люди как будто переписываются, и администратор, то есть администратор, который может вам помочь, и он действительно будет отвечать. То есть что делает скамер? Он накручивает аудиторию в Ютубе, записывает видео с лицом про хайповую тему. В нашем примере это Арбитраж, и тут один из этапов Арбитражной связки это скам-обменник. Но что меня больше всего поразило, обменники очень хорошо замаскированы, даже может быть настоящая поддержка, которая отвечает на ваши вопросы, чуть ли не в онлайне, либо в телеграме, если вы им пишете в поддержку. Давайте сейчас с вами посмотрим пример скам-обменник. Вот этот скам-обменник, который является одним из этапов вашей Арбитражной связки, но по факту куда вы отправляете деньги и в ответ ничего вообще не получаете и вас просто скамер. В чем суть? У них тут даже написанные партнеры Binance, Ledger, Coinbase, у них есть личный кабинет, вы можете залогиниться, зарегистрироваться и действительно будет выглядеть как настоящий какой-то обменник. Молодой, конечно же, но все-таки тут даже кокировки более-менее настоящие, видите? Но вам предложат все равно сделать обмен и типа это все будет выглядеть как настоящая движуха. Потому что в Ютубе в видосе человек с лицом это все сделал и у него получилось. Тут даже внизу у них есть информация о компании. Телефон, почта. Вам на пой по почте будет человек отвечать, если вы задаете вопрос. И типа даже есть регистрация и какая-то лицензия и зарегистрированная компания. Единственное, что тут палится, что это в 2022 году было. Но по факту сейчас уже 23-й, но тут вот палится, что 22-й написано. Но все остальное выглядит просто шикарно. Настоящие отзывы, настоящие ссылки, настоящая почта, настоящие обмены, личный кабинет. Поэтому на это ведутся очень многие, кто стартует в арбитражах. Вот тут уже скриншоты из его чатов, чаты поддержки, чат канала. Вот смотрите, допустим, это его канал сам. Вот тут, кстати, скриншот его канала. Он ведет на этот канал с Ютуба. На канале есть подписчики какие-то, накрученные глазки, накрученные смайлики, накрученные реакции. Комментариев, конечно же, нет. Но у них есть чат, который живой. Вот видите, в чате действительно люди переписываются. Там каждые 2-3 минуты идут какие-то сообщения. И создается впечатление, что действительно живой чат. Тут у нас человек онлайн, 800 мембров. Ну, цифры более-менее нормальные. Кто-то даже друг другу отвечает. Я не знаю, как это настроено, если это настоящие люди. Либо даже просто там через чат GPT генерируются какие-то беседы людей. Это, конечно, очень интересно, как эта вся скам-схема работает изнутри. Но для нас, как для юзера, нужно сразу же понимать, что эти все арбитражные скам-истории, они хорошо замаскированы. И нам нужно быть максимально готовым к тому, что эти арбитражные связки могут привести к потере полностью ваших оборотных средств, которые вы хотите прокрутить через связку. Теперь еще DeFi-скам. DeFi-скам. Что за виды DeFi-сканов? Во-первых, ключевая история это, конечно же, получение скам-токенов на кошелек. Вот это я предоставил два скриншота, я о них рассказывал в Телеграме. То есть, вот один скриншот тут присылают на кошелек какой-то токен ACW. Если я захожу в сканер, то это Awesome Crypto World, но какой-то полностью фейковый токен, тут дофигища холдеров, миллион человек, дофигища трансферов, но токен за собой ничего не имеет. Если я захожу этот токен продать, я попаду на скам-апру, у меня введут деньги, мои стейблкоины. И еще вот второй пример был, тут уже, конечно, поинтереснее ребята сделали. Тут сразу же мне пишут, что как будто бы мне пришло 976 долларов, и типа этот токен имеет какой-то курс. Самое интересное, что этот токен рассылали, когда был мерз эфира, когда был переход с Proof of Work на Proof of Stake, и действительно тут начислили типа Ethereum Proof of Work. И эти Ethereum Proof of Work, они типа должны даже что-то стоить. По-моему, они даже подобрали нужное число для того, чтобы хоть тому курсу эфира, чтобы 976 долларов, это было настоящим числом. То есть как будто бы текущему курсу обмен. Но по факту, если я заст хочу продать, то меня тоже скамят. Либо я попадаю на ScamApproof, либо если я вбиваю в Google, как продать такой вот этот токен, я попадаю сразу же на ScamDex. Потому что у основателей этого скама, у мошенников, у них может быть даже подготовлена инструкция, как вам продать ScamToken на их же скам бирже, на каком-то скам обменнике, чтобы дать доступ к своему кшику. И, понятно же, незрелые криптоны, новички, они могут сразу же после получения обрадоваться этому подарку и побежать продавать вообще в любом доступном обменнике. Теперь давайте самое интересное. Как себя обезопасить? Подведем итог источникам скамеров. Источники скамеров это Твиттер, Телеграм, Дискорд, Ютуб, ну и Дэфи. Просто рассылочка на кошельки. Стратегии кражи денег. Именно механизм того, как они крадут деньги через Твиттер, Телеграм, Дискорд, Ютуб и Дэфи. Именно как вы практически самостоятельно свои же деньги отдаете им. Первое, это скам опруга. Если вы что-то опругнули, у вас могут напрямую этот же токен, который вы опругнули, полностью ввести с кошелька. Второе, кража сид фраза. Вы куда-то вбиваете свою сид фразу, как в примере с Волид Коннектом, ну и все, вы можете попрощаться с кошельком. У скамеры есть ваша сид фраза, и вы сразу же теряете все свои средства на кошельке. Третье, ханипот. Когда у вас скамер различными стимулами, различными стратегиями, тактиками, пытается убедить купить какой-то токен. Вы покупаете токен, но продать его не можете. И четвертый вид, это лаунчер с Виллс. То есть, вы запускаете какой-то лаунчер, и при скачивании ввода файла, и именно запуске этого файла, у вас крадут данные из куки, из кошелька, пароли, все крадут. Полезные тулзы, которые можно использовать для того, чтобы себя обезопасить. Поехали. Меры предосторожности. Первое. Это грамотная настройка аккаунтов в Дискорде и в Телеграме. В Твиттере вы можете, по-моему, закрыть личные сообщения, но я не уверен, но в Дискорде и в Телеграме вы точно можете закрыть личные сообщения. То есть, закрыть личные сообщения от неконтакта. Чтобы вас, во-первых, никто не мог добавлять в какие-то чаты непонятные, и никто не мог к вам в ЛС стучаться. Вы это обязательно должны сделать как в Дискорде, так и в Телеграме, чтобы вас никто не спамил. Если вам кто-то захочет написать, допустим, в Дискорде после закрытия личных сообщений, у вас просто будет висеть его заявка, и вы сами уже будете думать, апрувить эту заявку или нет. Вторая штука, которая вам поможет, это Pocket Universe. Данное расширение помогает понять, на что конкретно дается апрув перед подписанием транзакции. Я вот, например, когда меня скамили через фейковый апрув, угоняли мои NFT-шки, не использовал этот Pocket Universe и не знал, на что я даю конкретно апрув. Но потом мне подписчики подсказали данную тулзу, и я ее сейчас уже использую, и действительно перед каждым апрувом я проверяю, на что конкретно я даю одобрение. Следующий это вирус Total. Он проверяет файлы, URL, домены, IP, все что угодно на наличие вируса. Тут ссылочки в сети будут даны, если что-нибудь в описании, в описании можете по ним покликать и проанализировать, и посмотреть самостоятельно все эти сервисы, расширения, смотреть, как они работают. И третье это Honeypot. Honeypot Checker. Honeypot Checker это сайт, на котором вы можете проверить контракт любого токена. И исходя из этой проверки, вам сайт покажет, можно ли этот токен продать или нет. То есть является он Honeypot или нет. Если он не является Honeypot, то вы можете данный токен продать. И заключительный сервис это Revoke Cash. Он уже помогает вам после того, как вы попали на какой-то скамапрув, допустим, вы случайно что-то апрувнули, у вас там увели какую-то сумму средств. Но ключевое, вам нужно обязательно этот апрув отозвать. Чтобы в дальнейшем, если, допустим, вы дали апрув на ваши стейблкоины, и у вас стейблкоины увели из кошелька, вы в дальнейшем, если закинете туда деньги, опять стейблкоины, при этом апрув не уберете, у вас эти токены опять идут скамеру. То есть скамер снова их заберет, потому что у него до сих пор есть апрув. Поэтому вы обязательно должны заходить и все свои апрувы чистить. Если же даже вы думаете, что это какой-то старый апрув от проверенной какой-то площадки, все равно лучше уберите этот апрув. Потому что вас могут действительно заскамить за счет какого-то исторического апрува. Если какую-то площадку вы взломали, взломали там какой-то смарт-контракт, и могут даже какой-то старый валяющийся апрув, никому не нужный, через него могут у вас увезти деньги. Поэтому всегда, если вы попали на фейк апрув, сразу же револ кэш, отменяйте апрув. Если же вас еще не взломали, но при этом вы понимаете, что могут взломать какой-то потусторонний декс, какой-то обменник, которым вы раньше пользовались, обязательно заходите и тоже убирайте все апрувы с этого декса. Используйте для этого револ кэш. Думаю, на этом будем завершать. Всем большое спасибо за просмотр. Надеюсь, данное видео было полезно как начинающим криптонам, так и более продвинутым. Я вообще советую более продвинутым ребятам, если у вас есть знакомые начинающие, обязательно перешлите им это видео. Надеюсь, оно их убережет от какого-то скама. И, конечно же, советую абсолютно каждому из вас применить минимальные вот эти вот меры предосторожности, чтобы минимизировать риск потерь своих средств. Если вас в итоге заскамили, то ни в коем случае не опускайте голову. Я уже в своем телеграм-канале рассказывал, как меня заскамили более года либо двух назад в октябре. И сразу же через год после этого скама я побил рекорд по доходу за один месяц. То есть все равно мне эти же деньги вернулись даже в приумноженном количестве. Тут ключевое это действительно не отпускать руки и идти до конца, и продолжать, продолжать работать. Можно посидеть в тильте какое-то время, но ни в коем случае нельзя бездействовать длительное время. Субтитры сделал DimaTorzok